Так, добрый день дорогие друзья! Надеюсь меня видно, слышно. Будем начинать наш обзор по пятницам, да, уже классика. Рассмотрим, давайте сперва то, что интересно, да, то, что произошло, на то, что все смотрят. Золото. Ребят, новый контракт, да, на московской бирже. Пока видим, что все очень не замечательно, да. Убили весь наш рост, который мы шли там с апреля, май и немножко июня просто за две сессии похоронили. Что сейчас делать? Друзья, я бы рассмотрел все-таки золото попозже, потому что сейчас непонятно, да, куда это будет выход. Новостное это было движение или это смена тренда, да. Нужно посмотреть. Нужно посмотреть, дайте ему немножко отдохнуть, да. Чтобы я смотрел в перспективе, да, к чему ждать, да, и чего ждать вообще. Я бы посмотрел, ребят, развитие событий вот в этой зоне. То есть, если мы подойдем, на следующей неделе будем стоять и закрепляться ниже, да, 18-19, можно смотреть на продолжение движения вниз, да, потому что сломили тренд у нас в моменте. Что примечательно, единственное, не переписали вот этот лоу, да. Да, как бы все время было такие волнами рост. И вот каждый лоу был выше. Сейчас этот переписали, этот нет, да. Посмотрим, что будет все-таки возле. Если нас затянут выше, да, то, естественно, тогда тенденция продолжится. Если здесь начнем колбаситься, да, пойдем, скорее всего, еще ниже. Поэтому посмотрите, вернее, лучше золото пока упустить, да, из виду дайте ему отдохнуть. И как только оно подойдет где-то к этой зоне, тогда уже вернуться к нему и смотреть. По нефти. По нефти тоже небольшой откат, да, коррекционная у нас такая неделя вышла после ставки, да, то есть скорректировалось все, все было позитивно, потом наступила коррекция. По нефти. Единственное, что не так, как по золоту, не такой сильный откат, да, был это в пределах растущего тренда. То есть мы не можем, да, все время идти в одну сторону. Поэтому нефть все равно смотрится сильно, как по мне. Единственное, что я замечаю корреляцию, сейчас вам покажу, это доллар-рубль. Если вы видите, на доллар-рубль кто-то начинает копить, вот был тренд, да, и кто-то начинает, уже видно, что подкупает отсюда, не пускает ниже, вот зона 73 тысяч, да, или 73 рубля за доллар. Кто-то накапливает, какая-то формируется позиция, если доллар все-таки сможет пойти выше, да, то есть падение рубля произойдет, тогда, скорее всего, нефть скорректируется, да, вернее, будет взаимная корреляция. Тогда, скорее всего, лучше смотреть уже нефть на понижение. Корреляция сейчас не такая сильная, но, тем не менее, вот такие, да, звоночки, вот такие предпосылки можно наблюдать, и их нужно замечать, потому что без них, естественно, результат будет намного хуже. Поэтому вот, что я заметил, и поэтому мне не дает это покоя, вот это коррекционное движение может продолжиться. Все красиво смотрится на восходящем тренде, да, все замечательно, но вот этот звоночек меня немного пугает, и это говорит о том, что все-таки может продолжиться падение нефти, и это не коррекция. Поэтому нефть пока смотрим, да, позитивно, но как только мы увидим, кто наблюдает так же, как и я за парой доллар-рубль, что все-таки пойдет какая-то реализация, будет выход выше, я бы уже тогда свои длинные позиции по нефти или часть сократил, да, или в общем вышел, и вы и так хорошо заработали, потому что тренд уже идет у нас практически с ноября, да, мы идем выше, 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 выше. Что касается евро-доллар, опять же, да, повторюсь, коррекционная у нас неделя, как таковых идей, ну, тяжело сказать, ребят, такие две свечи, да, естественно, будет отскок, понятное дело, но когда он будет, пока все вот эти ножи ловить очень неохота, да, есть какие-то уровни, но они дальние, тут еще инструмент еле торговался, поэтому я бы пока не смотрел, какой-то спекулятивный момент я бы мог отторговать в плане пробоя, например, лоу прошлого дня, да, то есть от этой цены какой-то отскок, в любом случае он будет, да, кто-то будет фиксировать свою прибыль, кто-то будет торговать в лонг, да, то есть посмотрит, что очень дешево, да, как все любят, очень дешево надо покупать, вот, поэтому я бы посмотрел краткосрочно, да, какой-то отскок, но пока позиции, объемом хорошим, да, я бы вообще не лез, потому что, ребят, непонятно, да, что будет под закрытие недели переносом на выходные я бы не рисковал. Да, какой-то спекулятивный, сейчас мы даже на 5 минутки посмотрим, ну вот, так, если мы возьмем, да, примерно этот район, и то, вы видите, поджимает открытие, и жмут, 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 поэтому даже лонг, я бы на, на вот этот отскок, лучше мы подождем какого-то отката, да, в районе, там, 1, 20, 33, и возьмем спокойно, с коротким стопом, уже по тренду, высидим хорошую, заберем прибыль, чем мы будем вот эти отскоки брать, потом попадать на стопы, потом хорошими сделками только стопы отбивать, а не зарабатывать, поэтому, ребят, дайте немножко передохнуть, вот, драгметаллом, евро, доллар, дайте немножко отдохнуть, интересная ситуация, это нефть, опять же, будем смотреть ее на продолжение движения, вот, и интересная ситуация, вот, назревает на паре доллар-рубль, пока это все, что я хотел, да, донести, это самые интересные такие моменты, которые сейчас есть, поэтому торгуйте осознанно, хороших вам выходных, с вами был Дмитрий Черепощук, всем пока!